19. Закон, утвержденный верой. Проповедь 1. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак, но закон утверждаем. Римлянам 3, 31. В начале послания святой, Павел сказал следующее, благовествование Христово есть сила к спасению всякому верующему. 19. Евангелие — это сильный способ, с помощью которого Бог делает каждого верующего причастником спасения. Затем Павел говорит о том, что нет другого пути для спасения человека. В частности, он говорит о спасении от вины за грех, которое он называет оправданием. 20. То, что все люди нуждаются в этом, он доказывает с помощью различных аргументов, адресуя их как евреям, так и язычникам. 21. Затем он показывает, что за греи разжидают и с я всякие уста от самооправдания, и весь мир становится перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. 22. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, без нашего раннего послушания, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различий, относительно их нужды в оправдании, или пути его получения, потому что все согрешили и лишены славы Божией, славного образа Божьего, в котором они были сотворены. 23. Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божией, к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего Иисуса, без компромисса с его справедливостью он может явить свою милость ради этой жертвы. 24. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Рим. 3. 19-28. Было легко предвидеть возражение, возникающее в каждом веке. Это возражение гласит, что говорить, что мы оправдываемся без дел закона, означает оставлять закон. Не вступая в спор, апостол просто отвергает обвинение. Он говорит, уничтожаем ли мы закон верою? Никак, но закон утверждаем. Некоторые странным образом вообразили, что когда святой Павел говорит, человек оправдывается без дел закона, он имеет в виду лишь церемониальный закон. Но это не так. Утверждал ли святой Павел церемониальный закон? Очевидно, что нет. Он уничтожает закон через веру и открыто об этом говорит. Только о моральном законе он мог сказать, мы не уничтожаем, но утверждаем верой. Но многие не согласятся с этим. Многие люди в течение всех веков существования церкви, даже некоторые из тех, кто назывался христианами, рассуждали, вера, однажды дарованная святым, должна была уничтожить весь закон. Они не сохраняли ни церемониального, ни морального закона, но говорили, если вы утверждаете закон, Христос вам не нужен, он никак не поможет вам, ибо вы отпали от благодати. Основана ли их ревность на правильном понимании? Осознают ли они то, что вера и закон связаны, и что уничтожение одного означает уничтожение другого? Уничтожить моральный закон означает не оставить правильного способа обретения веры и возгревания Божьего дара в нашей душе. Поэтому, для всех, кто желает прийти к Христу или оставаться в нем, нужно быть внимательным и не уничтожить закон веры. Давайте рассмотрим, во-первых, наиболее часто встречающиеся способы уничтожения закона верой. И, во-вторых, как нам следовать апостолу и утверждать закон верою. Наиболее распространенные способы уничтожения закона верой. 1. Не проповедуй закон. Какими же являются наиболее распространенные способы уничтожения закона верой? способ, с помощью которого проповедник уничтожает закон. Это вовсе не проповедуя его. Это то же самое, что удалить его из святых писаний. Особенно когда это сделано намеренно, когда правилом становится не упоминать о законе. Даже фраза «проповедник закона» является чем-то нарицательным, подразумевая чуть ли не противника Евангелия. Все это исходит из невежественного понимания природы, характеристик использования закона. Это доказывает, что те, кто ведет себя так, либо не знают Христа, либо являются владенцами во Христе и не сведущими в слове правды. Они считают, что проповедь Евангелия означает проповедь только о страданиях и заслугах Христа, исполняет все функции закона. Но мы отвергаем это. Это не исполняет первую цель закона, заключающуюся в обличении греха, пробуждения спящих на краю и адской пропасти. Возможно, были некоторые исключения. Люди пробуждались с помощью Евангелия, но обычным Божьим методом является пробуждение грешников законом. Евангелие не является способом, определенным Богом или тем, который использовал наш Господь для этой цели. У нас нет подтверждения Писания для такого применения Евангелия и оснований для ожидания положительного результата, исходя из природы Евангелии. Наш Господь сказал, «Здоровые не нуждаются во враче, но и больные». Поэтому абсурдно предлагать помощь врача тем, кто считает себя здоровыми. Вначале нужно убедить их, что они больны, иначе они не поблагодарят тебя за твои труды. Также абсурдно предлагать Христа тем, чьё сердце никогда не было преломлено. Это лишь бросание жемчуга перед свиньями. Они затопчут его ногами, и это будет тем, чего и следовало ожидать. В Писании нет ни заповеди, предлагать Христа беззаботному грешнику, ни примеров тому. Это не практиковалось никем из апостолов, насколько мы можем судить по их писаниям. И хотя Павел и проповедовал Христа, он проповедовал и закон, даже больше, чем всё другие. Поэтому он не думал, что Евангелие служит той же цели, что и закон. Самое первое из описанных проповедей Павла содержит следующие слова, «И во всем, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное из пророков, «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваше, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Диан 13, 39-41. Во-первых, он напоминает, что никто не может оправдаться законом Моисея, только верой во Христа, затем строго предупреждает о судах Божьих, что есть, в определённом смысле, проповедь закона. В следующей проповеди язычникам из Листры, 14, 15 и далее, мы не находим упоминания о Христе. Целью этой проповеди является призыв отвернуться от идолов к живому Богу, темничному стражу. Когда тот вебе ежаэль в темницу и в трепете припал к Павлу и силе, Павел мгновенно сказал, «Верой в Господа Иисуса Христа», Диан 16, 29 и далее, «И в случае с человеком так глубоко облечённым к грехе, кто не сказал бы того же». Но Павел обращается совсем по-другому к Афининам. Он обличает их суеверность, невежество и долопоклонство, он призывает их к покаянию в виду грядущего суда и воскресения из мёртвых. 17, 24-31. Когда Феликс призвал Павла, дабы услышать от него о вере во Христа, вместо того, чтобы проповедовать Христа о вашем смысле, он говорил о правде, о воздержании о будущем суде, до тех пор, пока Феликс не пришёл в страх. 24, 24, 25. Следуйте его примеру. Проповедуйте Христа беззаботным грешникам, говоря с ними о правде, о воздержании о грядущем суде. Послания Павла направлены не к неверующим, как те, о которых мы сейчас говорим, но к святым Божьим в различных местах. Несомненно, он говорил им о Христе больше, чем тем, кто живёт без Бога. И в то же время всё его послания полны закона, даже послания к римлянам и галатам. В этих посланиях он, что называется, проповедует закон. Из этого становится ясно, что значит проповедовать Христа, как это подразумевал апостол. Ибо, несомненно, Павел считал, что проповедует Христа Феликсу в Антиохе, Листре и Афинах. На примере этого каждый мыслящий человек должен прийти к заключению, что, по мнению Павла, проповедью Христа в полном смысле этого слова, есть не только провозглашение любви Христа грешникам, но и провозглашение его пришествия с небес в пламенном огне. Проповедовать Христа, означает проповедовать то, что он проявил в Ветхом или Новом Завете. Поэтому вы также проповедуете Христа, когда говорите, нечестивые и забывающие Бога будут повергнуты в ад, как и говоря, вот огне с Божией, который берёт на себя грех мира. Хорошо подумайте над этим. Проповедовать Христа, означает проповедовать всё, о чём он говорил, всё его обетование, всё угрозы и заповеди, всё, что написано в его книге. И тогда вы узнаете, как проповедовать Христа, не уничтожая при этом закон. Когда мы проповедуем поющимся или верующим, мы особо подчёркиваем заслуги и страдания Христа, которые, вероятно, принесут наибольшее благословение, ибо такие проповеди особенно подходят к их состоянию. По крайней мере, они принесут наибольшее утешение. Но утешение не всегда является величайшим благословением. Иногда мне принесёт больше пользы проповедь, которая режет сердце и смиряет меня. 2. Проповедуя, что вера делает святость менее необходимой. Вторым способом уничтожения закона через веру является учение о том, что вера замещает собой необходимость святости. Это даёт повод для возникновения множества путей, по которым идут люди. Немногие из тех, кто убеждён в том, что мы спасены по вере, рано или поздно, в той или иной степени, не начинают верить, что святость не важна. Некоторые не верят в то, что вера во Христа полностью делает закон ненужным, и в то же время они полагают, что святность сейчас менее необходима, чем до прихода Христа. Они считают, что могут пользоваться большей свободой в определённых случаях, чем могли до того, как уверовали. Если бы только они могли осознать то, что используют термин «свобода», подразумевая свободу от святости, послушания, это показало бы, что их суждение извращено, и они виновны в уничтожении закона через веру, и предположение, что вера замещает собой святость. Первый довод тех, кто ясно учит этому, заключается в уверенности, что мы находимся под заветом благодати, а не дел, и потому от нас уже не требуется исполнение дел закона. Но кто когда-либо находился под заветом дел? Никто, кроме Адама до грехопадения. Он находился под заветом, который требовал совершенного, полного послушания, которое являлось единственным условием принятия. Но никто другой не находился под этим заветом, ни евреи, ни язычники, ни до Христа, ни после. Все его дети были и есть под заветом благодати. Основанием их принятия является незаслуженная благодать от Бога, которая благодаря заслугам Христа дарует прощение имеющим веру, которая действует любовью и производит послушание и святость. Суть не состоит в том, что однажды от людей требовалось большее послушание Богу или большее исполнение дел его закона, чем сейчас. Сейчас все добрые дела, хотя и являются такими же необходимыми, как и всегда, не предшествуют нашему принятию, но являются его результатом. Поэтому природа завета благодати не дает вам основания для того, чтобы оставить в какой-либо степени или в какой-нибудь ситуации послушание или святость. Но оправдываемся ли мы верой без дел закона? Несомненно, это так. Мы оправдываемся без дел церемониального или морального закона. И если бы все люди были убеждены в этом, это предотвратило бы много зла, как, например, антиноминизм. Обычно именно фарисеи приводят к тому, что люди становятся антиноминистами. Фарисеи впадают в крайность, которая явно противоречит Писанию, что заставляет других впасть в противоположную крайность. Так как некоторые ищут оправдание делами, другие вообще страшатся дел. Но истина находится посредине. Мы оправдываемся верой. Это краеугольный камень христианского здания. Мы оправдываемся без дел закона, которые не являются условием, предшествующим оправданию, но являются мгновенным плодом оправдывающей веры. Итак, если добрые дела не следуют за нашей верой, всей внутренней и внешней святостью, очевидно, что наша вера ничего не стоит, мы все еще в наших грехах. Поэтому, утверждение того, что мы оправданы верой без дел, не является основанием для уничтожения закона веры или воображения того, что вера является освобождением от любой святости. Некоторые возражают, говоря, но не говорит ли святой Павел, не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность? Не доказывает ли это то, что для верующего его вера заменяет праведность? И если эта вера заменяет ему праведность или святость, зачем они ему нужны? Это утверждение является основным столпом антиноминистов. Но это возражение не требует длинного ответа. Мы соглашаемся, один, что Бог оправдывает того, кто до сего часа был полностью нечестивым, исполненным зла и лишенным добра. 2. Бог оправдывает нечестивого человека, который до сего момента не совершал ничего благого. 3. Бог оправдывает его только по вере, которой не предшествовали благости или праведность. 4. Тогда вера засчитывается ему за предшествующую праведность, то есть Бог, благодаря заслугам Христа, принимает того, кто верует так, как если бы он уже исполнил праведность. Но не здесь, нигде-либо еще апостол не говорит, что эта вера засчитана этому человеку как последующая праведность. Он учит тому, что нет праведности до веры. Но где он учит тому, что ее нет после веры? Он подразумевает, что святость не может предшествовать оправданию, но не то, что она не должна следовать за правданием. Таким образом, святой Павел не дает оправдание уничтожения закона, уча, что вера замещает собой необходимость святости. 3. Подавая пример такой жизни, которая демонстрирует, что якобы наличие веры освобождает нас от святости, другой путь уничтожения закона веры является буквально практическим. Жить, так, как будто вера освобождает нас от святости. Насколько серьезно апостол предостерегает нас от этого, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак, Рим. 6. 15. Это предупреждение имеет огромную важность. Фраза «находясь под законом» может означать 1. Требование исполнять церемониальный закон. 2. Требование исполнять весь закон Моисея. 3. Требование соблюдать весь церемониальный закон, как условие принятия Божьим находиться под гневом и проклятием Божьим, под приговором вечной погибели, под приговором вины и осуждения, будучи исполненными ужаса и рабского страха. Итак, хотя верующий имеет закон Божий и находится под законом Христовым, в то же время, с момента, когда он уверовал, он уже не под законом, в любом из вышеперечисленных смыслов. Он уже не находится ни под церемониальным законом, ни под законом Моисея, ибо от него уже не требуется даже соблюдение морального закона, как условие его принятия. Он освобожден от гнева и проклятия Божьего, от всякого чувства вины и осуждения, от всякого ужаса и страха перед смертью и адом, рабом которых являлся всю свою жизнь. Теперь же он хранит, чего не мог делать, будучи под законом, добровольное и полное послушание. Он повинуется не из-за рабского страха, но благодаря тому, что Божья благодать правит в его сердце и приводит к тому, что все, совершаемое им, совершается в любви. Что же тогда? Должен ли этот евангельский принцип действия быть более слабым, чем законический? Должны ли мы быть менее послушными Богу из-за любви, чем были из-за страха? Заразил ли вас практически антиноминизм? Тщательно и честно просмотрите свое сердце. Делаете ли вы сейчас что-то, что боялись делать, находясь под законом, или, как мы часто называем это, под обличением? Позволяете ли вы себе быть более беспечными? Имеете ли вы больше коэсти, чем ранее? Будьте осторожны, чтобы не согрешить по тому, что ты находишься не под законом, но под благодатью. Воспринимаете ли вы голос совести настолько же искренне, как ранее? вернулись ли вы к тому, что было ранее оставлено потому, что шло вразрез вашей совестью? Научились ли вы говорить, о, сейчас я не настолько скрупулезный? Пусть же милость Божья значит для вас не меньше, чем огненный гнев раньше. Является ли любовь менее сильным мотивом, чем страх? Если нет, то прими за правило следующее, находясь под благодатью, я не буду делать ничего, чего не делал, находясь под законом. Также проверьте себя, не допускаете ли вы грех в виде неисполнения того, что Бог говорит вам. До того, как вы стали находиться под благодатью, вы были внимательным слушателем Божьего Слова. Помешает ли вам поступать так же и сейчас какое-нибудь маленькое препятствие, мягкая кровать, холодное или темное утро? Покайтесь же, узрите и почувствуйте свою потерю, помните откуда вы пали, теперь же будьте ревностными и делайте то, что делаем, находясь под законом еще усерднее, иначе, если будете продолжать уничтожать закон верой, Бог прогонит вас, и вы разделите одну честь с неверующими. 20. Закон, утвержденный верой. Проповедь 2. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак, но закон утверждаем. Римлянам 3, 31. В предыдущей проповеди мы рассматривали наиболее часто встречающиеся способы уничтожения закона верой. Вот они, во-первых, непропорядование закона, что уничтожает его. При этом люди прикрываются тем, что говорят о проповеди Христа и возвеличивании Евангелия. Во-вторых, учить, что вера замещает собой необходимость святости. То есть говорить, что святость сейчас не так необходима нам, ибо мы уже уверовали. Говорить так все равно, что учить тому, что христианская свобода является свободой от какой-либо степени святости. В-третьих, уничтожает закон практически, живя так, как будто вера дает нам оправдание и не иметь святость, позволяя иметь в жизни грех потому, что мы не под законом, но под благодатью. Теперь мы рассмотрим, как следовать лучшему образцу так, чтобы мы смогли сказаться святой. Павлом, мы утверждаем закон, мы не утверждаем старый церемониальный закон, мы знаем, что он навсегда уничтожен, мы не утверждаем всю систему законов Моисея, мы знаем, что наш Господь пригвоздил ее кресту. Мы также не утверждаем моральный закон в том смысле, что соблюдение всех заповедей не является основанием для оправдания, но при всем этом, мы все же утверждаем закон, моральный закон. Ай, мы утверждаем закон нашей доктриной. Во-первых, мы утверждаем закон нашей доктриной, мы пытаемся пропорядовать его, объяснять и применять каждую его часть, поступая так же, как наш великий учитель, когда он был на земле. Мы утверждаем закон, следуя совету святой. Петра, если кто хочет говорить, пусть говорит слово Божье, уча тому, чему учили святые прошлого и апостолы, будучи движимы духом святым, говорившие и писавшие для нашего наставления. Мы утверждаем закон, когда говорим, не скрывая ничего от слушающих, провозглашая людям совет Божий. Для эффективности мы используем простую речь. Мы не поступаем, как многие извращающие Слово Божье. Мы не смешиваем, не изменяем его, приспосабливая к желаниям слушателей. Мы утверждаем закон, когда провозглашаем каждую заповедь не только в отношении внешних действий, но и внутренних принципов, мыслей, желаний и намерений сердца. Мы делаем это старательно не только из-за того, что оно имеет огромную важность, но и потому, что эти вещи трудно понимаемы. Мы их понимаем настолько мало, что о законе мы можем сказать, принимая во внимание все его духовное значение, тайно сокрытая веками с тех пор, как был основан мир. Он был сокрыт от языческого мира. С охваленной мудростью они не нашли ни Бога, ни его закона. Их невежественные сердца были затемнены, называя себя мудрыми, они обезумели. Закон, в его духовном значении, был практически сокрыт от еврейского народа. Обратите внимание на постоянное обличение нашего господа, направленное на их неправильное исполкование закона. Они предполагали, что нужно добиваться лишь внешней чистоты сосуда. Они думали, что их предельная точность в отношении внешнего искупит их от внутренней греховности, полного пренебрежения милосердием и справедливостью, верой и любовью Божьей. Но закон Божий, в его внутреннем духовном значении, сокрыт не только от евреев и язычников, но и от большей части, так называемого, христианского мира. Духовное значение заповедей Божьих все еще является тайной для них. Это относится не только к покрытым римской тьмой землям, но даже и к большинству протестантов, которые не знакомы законом Христа в его чистоте и духовности. Поэтому и по сей день книжники и фарисеи это те люди, которые имеют лишь форму, но не силу религия, и которые часто являются мудрецами и праведниками в своих собственных глазах. Слыши это, они оскорбляются. Когда мы говорим о религии сердца, и особенно когда показываем, что без этого, если даже мы раздадим все свое имущество и накормим бедных, не будет нам никакой пользы. Но они оскорбляются потому, что мы говорим истину. Нашим долгом является освободить наши собственные души, несмотря на то, будут они нас слушать или нет. Мы обязаны провозглашать все, что написано в книге Божией, угождая не людям, а Богу. Провозглашая все благословение и привилегии, которые Бог приготовил для своих детей, мы должны учить и тому, что Он заповедал. И мы знаем, что все эти вещи имеют свое применение, то ли для пробуждения спящих и наставления невежественных, то ли для созидания или совершения святых. Мы знаем, что все Писание богодухновено и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек в да в его душе, для которого нужна каждая часть его слова, ко всякому доброму делу приготовлен. Нашим долгом является проповедовать Христа, проповедуя все, что Он явил, провозглашая любовь нашего Господа Иисуса Христа, мы можем получить от Него особое благословение. Мы можем говорить о том, что Господь есть праведность наша, мы можем славить Его за то, что Он понес все но мы не будем проповедовать Христа в соответствии с Его Словом, если будем проповедовать только об этом. Если мы не провозглашаем Бога и все дело Его, мы не правы перед Ним. Проповедовать Христа не означает проповедовать о Нем лишь как о великом первосвященнике, примиряющем своей кровью нас Богом и постоянно ходатайствующем за нас, но также, как о Вечном Царе, дающем законы всякому, кого он искупил кровью своей Царе, правящим в сердцах верующих, искореняющим всякий грех и дарующим бесконечную праведность. Second, мы утверждаем закон, проповедуя веру, которая производит святость. Во-вторых, мы утверждаем закон, когда проповедуем веру во Христа, которая не замещает, но производит святость жизни и сердца в ее позитивных и негативных аспектах. Для того, чтобы делать это, мы постоянно провозглашаем, что христианская вера является лишь помощницей любви. Несмотря на всю важность веры, она не является конечной целью всех божьих заповедей. Только любовь Бог наделил таким титулом. Любовь — это цель всех божьих заповедей. Она сохранится даже тогда, когда небо и земля придут, ибо только любовь никогда не перестает. Вера исчезнет, но даже тогда любовь, ее природы и труды будут как неистащимы запас масла в вечно горящей лампе. О вере сказано много прекрасного, и всякий, кто имеет ее, может сказать вместе с апостолом, слава Богу, за сей дар. Но даже вера, когда ее сравнивают с любовью, теряет всю свою красу. Святой Павел говорит, насколько слава Евангелия превосходит закон, и это можно сравнить с превосходящей славой любви над верой, ибо если то, с чем покончено славно, насколько же превосходнее слава того, что остается. Слава веры заключается в ее служении любви. Вера — это великий временный способ, назначенный Богом для достижения этой вечной цели. Первоначально вера была создана Богом для восстановления закона любви. Говоря так, мы не обесцениваем ее, но показываем ее истинное значение, и определяем ей то место, которое самого начала определил ей Бог. Вера является величайшим способом восстановления святой любви, в которой первоначально был создан человек. Поэтому, хотя вера сама по себе не имеет никакой ценности, она ведет нас к цели, и хотя она является способом, данным нам под небесами для достижения этой цели, она представляет собой огромное благословение для людей, и имеет огромную важность для Бога. Третий. Мы утверждаем закон в наших сердцах и жизнях. Наиболее важным способом утверждения закона является его утверждение в наших собственных сердцах и жизнях. Без этого все остальное не имело бы значения. Если бы закон, который мы проповедовали, не был утвержден в наших сердцах, наша проповедь закона лишь увеличила бы наши осуждения. Как нам утвердить закон в наших сердцах, чтобы он имел полное влияние на наши жизни? Только вера делает это, что видно из ежедневного опыта. В то время как мы твердо взираем не на те вещи, которые видны, но на те, которые не видны, мы более умираем для мира. Пусть ок души будет сфокусирована не на том, что временно, но на том, что вечно. При этом наша любовь к вещам в мире будет постепенно угасать, а увеличиваться будет любовь к небесному. Итак, вера, в общем, является способом обретения праведности истинной святости, утверждения святого и духовного закона в сердцах верующих. Верою, означающую уверенность в прощающем Боге, мы наиболее эффективно утверждаем закон в наших сердцах. Ибо не такого мотива, который настолько же приближал нас к любви к Богу, как чувство любви Божьего Христе. Только убеждение в Божьей любви помогает нам отдать наши сердца тому, кто отдал себя для нас. Из этого принципа любви к Богу появляется и любовь к нашему брату. Следовательно, это, как подмечает апостол, есть исполнение закона. Ибо заповеди «Не прелюбодиствуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не заключается в том, чтобы не причинять вреда нашему ближнему. Она постоянно мотивирует нас делать добро, имея время и возможность делать всевозможное добро, как можно больше, и всем людям. Поэтому это есть исполнение позитивной и негативной сторон закона Божьего. Также вера не исполняет закон лишь внешне, но действует внутренним посредством любви, очищая наши сердца от всяких подлых чувств. Каждый, кто имеет в себе силу веру, очищает себя, так как он чист, очищает себя от всякого земного и плотского желания, от плотских помышлений, которые враждуют с Богом. В то же время осуществляется совершенный труд, исполняя человека благостью, праведностью и верой. Это приносит небеса в сердце человека и помогает ходить во свете, как и Бог во свете. Потому пытаетесь утверждать закон в сердцах ваших, не согрешая, говоря мы под благодатью, но используя всю полученную от Бога силу для исполнения праведности. Помните о свете, полученном от Бога, когда его дух обличал вас в грехе, и не забывайте этот свет. Пусть ничто не заставит вас восстанавливать разрушенное, принимать что-либо, маленькое или большое, что не приносит Богу славы и пользы вашей душе. Не игнорируйте что-либо, маленькое или большое, чем не могли бы пренебрегать без того, чтобы не быть обличенными совестью. Увеличивайте и усовершенствуйте свет, который получили ранее, добавляя к нему свет веры. Ходите в радости, без страха, смотря на вечные ценности, и тогда вы сможете смотреть на удовольствие, богатство, славу и все земное, как на пузыре на воде, не видя в них ничего важного, желанного и достойного помышлений. Можете ли вы сказать, «Ты богат милостью, несмотря на мою непроведность, и уже не помнишь о грехах моих?» В будущем убегайте от греха, как от змея, ибо насколько же греховным выглядит для вас грех сейчас. С другой стороны, как привлекателен свет, совершенная и святая Божья воля. Поэтому трудитесь, дабы исполнить ее в себе и собой. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не грешить, дабы видеть и избегать даже небольшого нарушения этого закона. Вы видите грехи, которые не видели раньше, потому что теперь солнце праведности сияет в вашем сердце. Прилагайте все старания, чтобы поступать в соответствии с полученным вами светом. Ежедневно получаете новый свет, больше знания и любви Божьей, Духа Божьего, его жизни и силы воскресения. Используйте все знания, любовь, жизнь и силу, которые вы получили, дабы постоянно идти от веры к вере, ежедневно возрастая в святой любви, пока не исчезнет вера, и не будет вечно утвержден закон любви.